Эээ, пам-пам, у микрофона Карина! Сегодня хочу поговорить о игре War of the Dead, вышедшей на PS-Engine, известной также как TurboGraf 16 в 1989-м. События войны мертвецов разворачиваются в небольшом городке Чейнис-Хилл. В один день там начинают твориться странные вещи, связь с городом пропадает, поэтому для выяснения ситуации туда направляется военный спецотряд. Но внезапно, оказывается, в Чейнис-Хилле произошел апокалипсис локальных масштабов. Город лежит в руинах, всюду пожары, а по улицам снуют ходячие мертвецы, мутанты и прочие монстры. В итоге часть отряда погибает, а часть разбегается кто куда. Нашим протагонистом является девушка по имени Лейла, самая молодая участница спецотряда, потерявшая связь со своими коллегами и оставшаяся в одиночестве посреди разразившегося хаоса. Наша задача — продержаться в живых как можно дольше, найти других выживших и постараться понять, что же стало причиной кошмарных событий в Чейнис-Хилле. Игровая механика в Розе Дет соединяет в себе элементы РПГ и экшн-платформера. Блуждание по городу и исследование локации выполнено в традиционном для Джи-РПГ видом сверху. Но когда на вас нападают монстры, игра переходит в режим экшн-платформера с видом сбоку. Помимо экзотического симбиоза разных жанров, игра также включает в себя широкий ассортимент любопытных идей, возможность исследовать целый город. Большинство хоррор-игр 80-х годов были привязаны лишь к одной единственной локации. Как правило, это был какой-нибудь заброшенный особняк. Но War of the Dead дает игроку больше свободы. Здесь можно свободно исследовать полуразрушенный Ченнис Хилл и посетить более десятка различных локаций. Церковь, школа, госпиталь и тому подобное. Попутно общаясь с выжившими людьми и выискивая секретные тайники. War of the Dead стала одной из первых японских игр, использующих концепцию внутриигрового времени со сменой дня и ночи. Присутствие инвентаря и жестокое ограничение припасов. Для всего огнестрельного оружия нужны патроны. И если амуниция закончится, то наш пистолет станет лишь бесполезным куском железа. Купить дополнительную амуницию и аптечки нельзя. Выбивать вещи из врагов тоже нельзя. Поэтому мы ограничены лишь теми припасами, которые удастся найти в городе. Другим важным плюсом игры Войны Мерзвецов является мрачная атмосфера и необычный сетинг. War of the Dead стала первой японской игрой на тему зомби-апокалипсиса. Почти на целое десятилетие опередив знаменитую серию Resident Evil. Еще одной интересной деталью является присутствие в игре отсылок к разным хоррор-фильмам и знаменитым кинорежиссерам. War of the Dead является одним из самых ярких прародителей стилистики серверал-хоррор. Эта игра почти на 10 лет опередила серию Resident Evil, став первым японским хоррором на тему выживания при зомби-апокалипсисе. На 12 лет опередила Silent Hill, дав игрокам возможность исследовать большой город со множеством доступных для посещения локаций, а также реализовала многие другие интересные задумки.